Приветствую вас! Если вкратце рассматривать вашу ситуацию, да, то, что увидел я, это нежелание брать ответственность на себя за свои истории, за свою жизнь, за свой выбор, за свой опыт, за свои позиции и так далее. Нежелание брать ответственности наиболее ярко проявляется именно у вас в вашем, ну, я не знаю, походе гадалки, на мой взгляд. То есть, вот, то, что вы хотели гадать, это и есть, по сути, проявление безответственности. То есть, вместо того, чтобы, значит, самостоятельно, значит, ответственность нести за себя, да, и самостоятельно обустраивать свою жизнь, вот. Личную жизнь. А вы, вы, вместо, вместо этого, вы предпочитаете гадать. Вот. Ну, и как результат, как следствие этого результата, вы оказываетесь в уязвимой позиции для себя, собственно. Вот. Ну, потому что от вас предостаёт зависеть какие-то вещи, вот. А вместо этого вы ждёте, что кто-то другой решит за вас ваши проблемы. Вот. Это первое. То есть, я не отвечаю за то, что делал. Вот. Я не отвечаю за свой выбор. Я не отвечаю за... А, значит. Свои решения какие-то. Вот. И так далее. Это первый момент. Это первый момент. А, значит, это момент второй. Момент второй. Который я хотел бы также раскрыть перед вами. Это то, по сути, по сути дел. Как вы себя позиционируете. То есть, грубо говоря, грубо говоря. Вы изначально поставили себя так, что люди могут обращаться к вам за помощью, за советом, за поддержкой, за тем, чтобы поплакаться и так далее. Для вас. Для вас. Для вас. Это способ. Для вас это способ. Для вас это способ. Выстраивание отношений. Вот. Он такой. Для вас. Знаете? Для вас. Для вас. И за этим, за ним, стоят определенные желания ваши, определенные страхи. Например, что вы боитесь, допустим, быть одна, вы переживаете, там, ну, по поводу, например, того, что ваши подруги, например, в других городах остались, вот, вы страдаете без них, и вам нужно чье-то общество, и вы не придумали ничего лучше, да, то есть вы сами себя считаете единственной ценной только в том, чтобы вот выслушивать проблемы людей, других, но при этом вы сами о себе ничего не заявляете. То есть, возможно, возможно, я, конечно, не знаю, да, как обстоят дела, но может быть связано всё это с тем, как вы, значит, выстраиваете отношения, то есть по поводу чего вы их выстраиваете. Может быть, может быть, может быть, между вами, ну, вот, их, между вами и людьми, да, очень мало общего, то есть, вот, просто, просто мало общего. То есть, по сути, нас ничего не связывает, вот, может быть. И здесь, конечно, здесь, конечно, нужно, чтобы вы, вот, выстраивали отношения с людьми всё-таки, ну, на основании каких-то общих совместных дел, какой-то, ну, каких-то, каких-то общих увлечений, чтобы люди не воспринимали вас только как железку, вот. Это, опять же, ваша ответственность. Это ответственность того, как вы организуете своё время, как вы организуете свой досуг, вот. И если вы скучаете сами, например, да, то и люди будут использовать вас только для поддержки, вот. Поэтому я думаю, что здесь вы, конечно, вот, не совсем правильно расставляете приоритеты, да, свои деятельности, по крайней мере. А вот вы говорите, что вы чувствуете себя одиноко, да. Вот одиночество, от которого вы, от которого вы бежите, да, одиночество, от которого вы бежите, и приводит вас к тому, да, насчёт, что вы являетесь спасателями для других, спасателями для других людей. Переводит к тому, что вы ставите себя ниже, чем другие, вот. А почему вы чувствуете себя, одинокость? Почему? Потому что не принимаете себя такой, какая вы есть, вот. Вы что-то в себе не принимаете. Что-то в себе отрицаете по ряду причин, вот. И что это за причины? Нужно выяснять. Как только это выяснится, я полагаю, что вам уже не будет так одиноко. И вы сможете сделать, ну, вот, с целью своей жизни, да, не людей, как вот это вот сейчас происходит. Не людей вы сделаете, с целью своей жизни. А вы сделаете с целью своей жизни какое-то, там, дело, например. Вот. И уже ориентируясь на это дело, ориентируясь на дело, вы уже и будете куда более независимо себя чувствовать. Вот. значит, ну, вообще, с людьми, с людьми, да. Вот так, я думаю, я думаю. Поэтому вопрос одиночества, это вопрос очень важный. И с него, ну, с него и надо бы начинать. На самом деле. Дальше. Так. Общаясь со мной пишут, ну, я для них просто жилетка. Вот вы себе так поставили, да. Да, я умею выключить, поддержать, посочувствовать, но не могу в каждый раз выслушивать чьи-то проблемы. Знаете, вот, вы как будто жалуетесь нам, да, что не можете выслушивать проблемы. А вот с какой целью, с какой целью вы это делаете? Ну, то есть, вы выслушиваете проблемы людей. Какой целью? С чего хочется? Что нужно? С чего ожидаете? Эм, ну, в ответ. В ответ. Всего ждете. Эм, всего ждете. Например. Ждете, что, эм, люди будут вас, эм, благодарить. Ждете, что люди будут вас больше ценить. Эм, ждете, что люди ответят вам, эм, какой-то взаимностью, взаимностью или что, то есть подумайте об этом, подумайте, что вы ждёте, ради чего вы это всё делаете, если это уже откровенно вас тяготит, то что вот вы слушаете чужие проблемы и так далее. Ведь вы же ради чего-то это начали, ну вот, делать, вам же зачем-то это было нужно, нужно, и желание ваше, ваше, оно ведь никуда не делать, вот, понимаете? Ага, ваше желание, оно никуда не исчезло, и если вы сейчас перестанете делать то, что делаете, то вы начнёте ещё больше переживать, руфрировать, из-за того, что неудовлетворенность будет расти всё больше и больше. Понимаете? Поэтому то, что вы хотите получить в результате, вот, вот, ну, в результате удовлетворения потребностей других людей, вот, именно во внимании, да, вот, это нужно анализировать, я считаю. Анализировать это нужно, а, а, исследовать это нужно, вот, когда и есть, когда и есть, это будет исследовано, всё, а вам же самой будет легче, понять, а, вот, себя, а вам самой будет легче прочувствовать себя, и легче будет скорректировать своё поведение, да, всё с ними. Так, мне всё равно это их жизнь, я не хочу слышать каждый раз, ну, и скажите им об этом, что не хотите. Теперь я переживаю разрыв с любимым человеком, который ушёл от меня, мне тяжело, а из-за чего тяжело. Вот, вот, произошёл разрыв, а, с любимым человеком, а, значит, вы говорите, что он ушёл, но если это любимый человек, то вы, наверное, хотите ему счастья. А, любимому человеку, если вы хотите ему счастья, то, наверное, если так подумать, да, наверное, уйдя от вас, он, в общем и целым стал счастливее. Понимаете? Понимаете? Какая история. Ах. И получается, что вам в этом случае за него бы радоваться нужно. Эм, только, но вы не рады, значит, с ним, вы, эм, с его уходом, точнее, вы для себя что-то потеряли. Вот, и подумайте, что вы потеряли, что вы чувствуете, какие у вас чувства, когда он шёл. На что это чувство похоже, ну, вот, из вашего прошлого опыта. Как оно переживалось вам тогда, как, то есть, что вы делали тогда с этим чувством. Вот. Скорее всего, то же самое вы делаете и сейчас. Вот. Потому что тогда было принято решение. Дальше. Так, эм, когда я говорю о своих переживаниях, всем просто плевать на это. Ну, во-первых, отдельным пунктом здесь идёт то, для чего вы вообще говорите о своих переживаниях. Эм, то есть, с какой целью? Облегчить. Эм, лучше, да, ну, то есть, вот, чтобы вам стало легче. Легче вам не станет, потому что подруги ваши не психологи и у них нет опыта работы. Ну, вот, в таких условиях, да, в таких, ну, в таких, в таких сферах, если угодно, да. Ну, можно, можно, можно так сказать, я надеюсь. Вот. То есть, это вот нужно понимать, для чего вы, значит, ну, для чего вы говорите людям о своих проживаниях, вот. Что хотите услышать взамен от этих людей? Что нужно вам? Вот. Понятно, я надеюсь, о чём идёт речь здесь. Дальше они просто молчат, продолжают, дальше говорят о своих проблемах. А как вы считаете, что они должны себя вести? Опять же, есть ли у них средства говорить как-то там, ну, по-другому, да, есть ли у них возможность вообще вести себя иначе как-то? То есть, может быть, они не могут вести себя по-другому? Вы-то почему-то решили, что они могут, а может быть, они не могут? Вот. Откуда вы, ну, откуда вы взяли вот это? Что они могут вас поддержать? Понимаете, какая история? Вот. Так что, вот так. Это как минимум, как минимум. Дальше. Мой мужчина был Кавказской национальности, в нашей семье очень много Кавказцев, среди близких, поэтому ничего страшного в том, что в Кавказе нашей семьи нет. А здесь вы как-будто обрадуетесь. Для меня и нашей семьи он достойный человек по своим подсобкам отношению ко мне, к моим родителям, к своим родителям и тогда... Какое имеет отношение родителей, вообще непонятно, ко всему происходящему. Вы как-будто его защищаете сейчас. Опять же, это рационализация, потому что вы не хотите признать, наверное, до конца, что... Вам действительно сделали больно, потому что тогда придётся что-то менять, а менять вы не хотите. Но некоторые мои подружки воспринимают Кавказцев негативно, негативно. Ну и... и что? И что с того? И что с того, что они воспринимают их негативно? Да пусть... Пусть как угодно воспринимают на самом деле их, я имею ввиду... Кавказцев. Пусть как угодно воспринимают их. Вам-то от этого что? Понимаете? Вот это основная история. Что вам опово, как кто-то кого-то воспринимает. Понимаете? Вот это, пожалуй, действительно очень такой важный момент. Да, всё. Вообще, если вы пытаетесь защититься, значит, в чем-то есть угроза. В чем угроза, всё нужно разбирать. Ну, некоторые... Так, значит, и мне настолько неприятно было, когда я рассказал о своих чувствах. Значит... Мне настолько неприятно было, когда я рассказал о своих чувствах. Моя подружка сказала, это он джурка, все джурки такие. Ну и что она сказала, она... И что? Вам-то это как за дело? Почему вам неприятно было? Вот. И начинает говорить о своих проблемах. Ну, опять же, это её выбор. Знаете, это её выбор говорить о своих проблемах. Понимаете? Вот. Вот это просто её выбор. Ну, вот, например, по брюшке. Вот. Это просто её выбор. Вы её выбор не принимаете. Вы считаете, что... Ну, она... Не надо. Поступает неправильно. Вот. Может быть. Может быть. Может быть, она поступает неправильно. Но... Но... Она так поступает. И то, как вы реагируете на неё. Это ваша ответственность. Так же, как и то, что ваша ответственность... А... Наша... Выбрать её... Себе... Ну... С подругой. Дальше. Из-за этого отношения к кавказцы... К кавказцы мне даже не хочется рассказывать о своих отношениях. Опять же. Как будто они должны вам хорошо относиться к ним. Откуда такая остановка? Что они должны хорошо относиться к ним? То есть вы проанализируете. Вот сейчас вы находитесь в позиции ребёнка. На позиции ребёнка. Вот. Они вот все такие, они плохие. А, они получают, а вот зачем. Они должны вам что-то. У неё мышь вообще бухает до чёртиков, тогда как мой мужчина не пил, и я, в принципе, ненавижу бухих мужиков, сама не пью тоже. А при чём это здесь? Это уже сравнение себя с другими. Это сразу сравнение себя с другими людьми. Ну, это абсолютно бессмысленно. Потому что у каждого свой путь. Ну... Я надеюсь, что это согласно с этим. Что у каждого человеку свой путь. И тогда не очень понятно, для чего вы сравниваете. Себя и, собственно, вот, других людей. Дальше идём. А, так. Значит, по сути, я тоже могу сказать. А, и по сути, я тоже могу сказать, что-то тут мне привело Алгаша рассказывать. Нет, так вы станете такой же, как она. Я не думаю, что это хорошая идея. Вот. И, ну, именно, вот, именно, именно, вот, так, вести себя, да. Я не думаю, что это хорошая идея. Но вы можете просто отказаться. Вы можете просто отказаться. Случать её проблемы. Да, проблемы подружки. Что это сказать? Ну, что-то, типа, прости, дорогая, у меня нет времени, там, мне сейчас надо, например, у... ну, там, идти, уходить, там, или что-то ещё, вот. И всё. Вот это то, это то, что вы реально можете сделать. И, в принципе, вы вполне можете, имеете право так поступить. Вот. Абсолютно без какого-либо негатива. Вот. То есть, тут всё упирается только, вот, вот, исключительно в то, готовы ли вы сами. Готовы ли вы сами к этому. Так, дальше. Такое негативное отношение не понимаю. Ну, потому что у людей, у людей дефицит. Вы думаете, это случайно, что они не любят кавказцев? Нет. Нужно кого-то не любить, чтобы возвращаться за счёт них. А возвращаться нужно, когда... только когда сам чувствуешь себя приниженным. Да? Да. Дальше. По сути, я... так, мне неприятно, как, эээ, добрый человек, который я люблю говорить, эээ, чурка моей подруги. А вы говорили им об этом? Это просто обидно. И вот понимаете, опять, это дерзкое, дерзкое, дерзкое состояние сейчас у вас. Эээм... Что значит обидно? Обидно. Понимаете, вот, что значит обидно? Вот, ну, правда. Что это значит? Что значит обидно? Эээ, оби... обида? Обида. Да? Обида. Это ожидания. Причём, ожидания такие завышенные. Эээ, очень и очень завышенные ожидания. Вот. У вас. Получается. И возникает вопрос, эээ, ну, сам собой возникает вопрос. А если у вас такого рода ожидания, ну, вот, то как вы эти ожидания, эээ, реализуете сами? Понимаете? То есть, если у вас есть ожидания, то самое обидно, значит, вы ждёте какого-то, эээ, определённого отношения, там, и к себе, например, и, там, к, эээ, своему мужчине. Например, да? Вот. Вот. Вот вы ждёте. Озидания здесь какие? Желания здесь какие? Могут ли люди дать вам то, что вы хотите? Понимаете? Какая история? Вот. Вот пока на данный момент получается, что нет, не могут. И пока на данный момент получается, что вы выбираете таких людей, которые не могут, ну, просто вот не могут дать вам то, что вы хотите, хотите, например. И вы за это их обвиняете, как бы, что, естественно, не делает вас, эээ, значит, ну, как-то, как-то краше, да, и так далее. Дальше идём. Так. Значит, потом через час она пишет сообщение, тут, тут меня, тут, 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 тут било без осмыслей. Я хотел тебе рассказать, эээ, значит, эээ, и начинял рассказать о своих проблемах, да, это под рукой. Ну, вот, да, понятно, я надеюсь. Так, мне неприятно, так, обидно к тому же, мы живём в городе, где 70% населения Кавказцы, был ещё момент, когда мы всё вместе, и к чему вы это написали, что 70% населения Кавказцы, причём 10%, то есть к вам это отношение какое имеют, был ещё момент, когда все мы вместе решили погадать, мне гадалка нагадала нерусского мужчину, даже не вы решили гадать, для чего. Короче, по-любому, чёрка у тебя будет, уйдёт тебя в горло, и ещё она пыталась познакомить меня с собутыльником мужа, значит, не бросив даже меня. Ну, я полагаю, что здесь вы, скорее всего, знаете, как, вы попали просто в определённую борьбу, эпицентр борьбы. То есть, люди живут, тяжело воспринимают, значит, ну, тот факт, что они живут среди Кавказцев, вот, вероятно. Я, я не знаю, вот, что, и они пытаются вас как-то вот на свою сторону перетянуть. То есть, тут уже, знаете, как, тут уже борьба именно вот идёт взгляд, ээээ, национальности, националитических взглядов. Я плакаю, что здесь индивидуально ничего не связано, никого ни с кем, здесь индивидуально именно ничего не связано, но так, по крайней мере, мне видится. Вот. Дальше идём. Значит так. Ну и по поводу того, что пыталась познакомить вас, это значит, что кто угодно, лишь бы не... как скажут. Если даже не хочется с ними общаться, а вы должны, я просто не отвечаю на звонки. Как мне звонить в ситуации? Приходите поток слез и к стороны на моё плечо, чтобы они не хотели мне звонить и плакать. Ну, просто перестаньте отвечать им, просто перестаньте давать им то, что они хотят, по сути, и всё. Вы на самом деле не так уж много можете. То есть люди, они обращаются к вам только потому, что вы даёте им обратную связь. Перестаньте давать обратную связь, и сразу вы уже не будете нужны. Вот. Но ещё раз хотел бы повторить, что вам необходимо выстраивать всё-таки другие, качественно иные отношения. Да? То есть чтобы это не было вот такими отношениями, какие вы выстраиваете вот именно сейчас. Потому что сейчас ваши отношения, они остались делать лучшего. То есть если вы от чего-то отказываетесь, да? Если вы, значит, принимаете решение от чего-то отказаться, ну, от чего-то отказаться. Если вы принимаете решение, то обязательно, обязательно, обязательно подумайте, что вы дадите себе взамен. Вот. То получается так, что вы себя лишите, вот, того, что вам нужно. А дальше что? Дальше вы, что будете страдать, вот, и тут уже вы будете плакать, тут уже вы будете переживать, собственно, из-за отсутствия, как раз, как раз таки, адекватного общения, из-за отсутствия адекватных, ну, связей и контактов. У меня есть любимые мои подружки, но, к сожалению, они стали в других городах, кто вышел замуж и т.д. У меня есть огромное расстояние, у меня нет моих знакомых, не надо сопереживать. И поддержка, мне просто был неприятен момент, что мое чувство это пустое место. Ну, скорее, вас это задело, потому что вы сами сомневаетесь в своих чувствах. Вот. Я думаю, что такая история, потому что, если бы вы сами в своих чувствах не сомневались, вот именно сам сяду. Вот. Что я думаю, что в таком случае вам не нужно было бы подтверждения от кого бы то ни было. В том, что ваши чувства не пустое место. А так, поскольку вы в себе сомневаетесь, вот, то я подозреваю, что и вас задело, что и другие могут считать, то же, что у вас чувствует пустое место. Это уже сама оценка у вас занижена. И работать уже нужно именно с ней. С сама оценкой. Да? Понимаете, о чём я говорю. Надеюсь. И звонят они мне не для того, чтобы знать, как дела. Даже просто пообщаться. А чтобы тупо поплакаться и включить поддержку. Ну, опять же. Ну, вот вы пожаловались. Да? А что дальше? Вы пожаловались. Окей, хорошо. А дальше что? Что делать дальше будет? На этом. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. . . . .